Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сейчас будет видео именно о определенном продукте, ну, о кокосовом масле уникальном и не только. Мой друг, небольшая история, раньше возил эту продукцию из Таиланда. Когда-то в своих видео я даже про это говорил. Продукция аналога в мире не имеет, но об этом у нашего гостя сейчас спросим, что да почему. Ну, а на смену моему вот товарищу, который этим занимался, пришел новый поставщик, собственно, того же самого продукта. Я надеюсь, новый друг. Да, который на себя взял огромную груз, потому что это, ну, вот про это тоже можно, кстати, поговорить, что, собственно, и видео наше, для чего сделано, во-первых, познакомить людей с этой продукцией подробнее, потому что я подробно не рассказывал, во-вторых, поддержать, чтобы вы, дорогие друзья, могли получать вот этот уникальный продукт, покупать. А поддержка ваша, покупка у нас. Почему? Потому что не так просто выдерживать ту конкуренцию всякого, как бы это мягко не выражаясь, гадости, которые везут, лишь бы продать. И понятно, что чем дешевле, тем больше людей будет покупать, а значит, хорошие продукты просто физически не смогут переходить. В чем этот продукт уникален? Почему он хорош? Какова вообще линейка этой продукции? Об этом мы обо всем сейчас вам расскажем. Но кокосовое масло – это вещь уникальна. А также, кстати, вот об этой маленькой интересной баночке тоже потом в конце расскажем. Кстати, сделано в Японии, но привозится через Таиланд. А что это такое, чуть позже. Это вот отдельная интереснейшая тема. Тогда просто предлагаю представиться. Да, добрый день, меня зовут Владислав. Как вы сказали, что мы взяли на себя определенный груз и нож, донести до наших знаменитых людей, не только знаменитых, вот этот прекрасный продукт. Что касается кокосовой продукции как таковой. Началась вся эта история 5 лет назад. Это были бутылочки 450 мл с узким горлом. И сразу, конечно, проблема. В России, мы знаем, 8 месяцев у нас холодно. Да, ну как вылезти отсюда? А температура плавления данного продукта 25 градусов. Соответственно, вот в таком виде оно и поступало, и продавалось. И, конечно, столкнулись с проблемой доставать отсюда. Неудобно. Вот, поэтому запросы шли, как доставать. Мы людям всячески предлагали переливать, разогревать. Вот, ну, конечно, это доставляет неудобства. Поэтому, да, и к продукту потихоньку-потихоньку, чисто вот из-за таких проблем, конечно, немножко угасло и потребление, и внимание. Вот. Вот, мы пришли к пониманию, что нужно делать и привозить уже в широком горле. В данном случае здесь баночка 207 мл. Вот. Вот так это выглядит. Да, в любом случае сейчас температура, или пока я ехал, она меньше 25, соответственно, она вот в таком виде замороженном. Вот. Вот как только постоит, оно будет кристально чистое, превратится, как слеза. Ну, имеется в виду, что оно в твердом состоянии. То есть, чтобы правильно поняли, вы его не замораживали. Нет, его не замораживали. То есть, температура вот его плавления 25 градусов. Да, хотя, кстати, его можно вполне замораживать, и тогда хранение будет просто вечное. Хотя и так, сколько срок хранения? Срок хранения 2 года, но вы правильно сказали, что до 5 лет его, возможно, при правильном хранении. В холодильнике спокойно. У меня есть банки, просто которым уже почти 5 лет, когда Вадим первый его привозил. Вот мой товарищ, который, собственно, с Валерой, ну, два товарища занимались этим. Я тогда тоже сразу говорю, ребят, когда привезли, я мне партию посоветовал сделать им в горлышке, чтобы ложкой доставать. Конечно, конечно. Теперь маленькую историю, чтобы просто люди понимали, крошечную. О том, что это, собственно, за масло, и спрошу вас про, как это связано с королем Таиланда. Спрошу. Ну, чуть-чуть. Да, окей. Значит так, когда-то мои знакомые на Рублевке в Назарево сказали мне одни такую вещь. Я, говорит, они меня взяли из кабанов тогда еще, и, говорит, отвезла своей какой-то косметологу в салон красоты. Она была в шоке, и она что сказала женщинам, начальницам? Она говорит, я знаю, и мы применяем косметологию во многих вещах, может быть, в массажах, я сейчас не помню, в каких сферах деятельности она. Она говорит, ищем качественное кокосовое масло, это гигантская беда, потому что брали, потом качество стало другое, хотя документы те же самые, там, ну, во многих сетях, там, при известных и дорогих. И, говорит, я вспомнила, вот сейчас вижу в руках эту банку вот с этой характерной этикеткой, и я, говорит, вспомнила, что мне из Таиланда в свое время привозили, говорили, это лучшее в Таиланде, лучшее в мире, соответственно, и были результаты фантастические. Прошло вот уже где-то года 4, я не помню весь разговор, но она была просто в шоке, она две коробки сразу заказала, вот эта женщина оттуда. Вот расскажите теперь, какое отношение вот к этой торговой марке, ну, понятно, биоорганик, но, насколько я знаю, это круче, чем биоорганик просто, имеет король Таиланда? Это мне историю Вадим рассказал. Да, ну, самое непосредственное, и достаточно здесь банально и просто. В свое время король организовал некое направление, вот, оздоровление нации, здоровое питание и так далее, организовал проект с сетью своих магазинов, где продавались только выращенные на эко-землях, то есть под, там, правильным дождем, без химии и так далее, и так далее. Он говорит, что там такие стандарты, он был, вот полгода жил там, Валерийск. Он сам непосредственно приезжал на все эти практически фермы и плантации, это раз, и привлекались туда в основном люди, которые были в ближайших деревнях, монастырях и волонтеры, то есть там коммерческой составляющей практически отсутствовало, это была дотация государства и в том числе как раз короля, то есть это его был проект, поэтому, когда вопрос стал о достоянии, в Таиланде два есть достояния, это рис знаменитый, жасмин, сорт так называемый, и кокосы, на котором страна, в общем-то, делает очень огромные поступления в свой бюджет, вот, соответственно, когда вопрос стал о кокосе и его производстве, вот, как кокосовое масло, в его взгляд как раз упал на эту ферму, на эту фабрику, в то время, которая только начала развиваться, вот, и его, этой фабрике стандарты, их подход, их отношения и уже вот та популяризация, которая они внутри, как раз король уделил этому большое внимание, то есть ему понравился сам проект, само производство, само отношение, и вот это масло стало, даже видели на его столе, то есть он, не рекламируя его, стал вот, как бы, таким, за кадром его брендом, поэтому его участие в популяризации как такового продукта этой фабрики и этого бренда было просто напрямую вот связано. Я сказал, вот, мой товарищ, что, насколько он знает уровень, то есть подход, то есть там не только по этим стандартам европейским, там вот этим ВИО, хотя это, естественно, он сертифицирован, да, но выше гораздо именно по отношению к... Да, есть, это, ну, мало кто знает, вообще в Таиланде многоступенчатая система контроля внутри страны, сродни мы только, наверное, с Израилем очень высокая, вот, поэтому такой сертификат, как 911, вот, он в Таиланде даже ценится выше, чем сертификат европейской органики международного стандарта, потому что вот эта многоступенчатая контрольная система, она позволяет досконально изучить не только конечный продукт, но вплоть до того, на каком оборудовании делается, вот, нержавеющая, там, температурный режим, охлаждение, охлаждение, но они пошли еще дальше, они проверяют сырье, перед тем, как фабрика изготовит продукт, она показывает то сырье и документы, на какой плантации, на каких землях было куплено, вот это дорогого стоит, то есть потому что пальма плодовитая, бывает и не сезон, и сезон, и что, ну, греха таить, что поставщик кокосов не всегда выдает тот кокос, который у него растет на фабрике, он перекупает, то есть тоже там, ну, есть свои тонкости, и в этом плане как раз это масло, вот в данном случае эта компания имеет прямые там договоры не только, то есть у них есть свои земли, где они выращивают, но потребление намного больше, они не позволяют, конечно, вот, поэтому есть контрагенты, у кого они закупают, вот, это достаточно известная тоже ферма, которая только специализируется на выращивании кокосовых орехов, вот, и вот эта многоступенчатая, опять же повторюсь, система контроля, и прослеживание от самого продукта, вернее, от самого кокоса до его конечного вот продукта, оно позволяет говорить, что сертификат европейский, да, эко, да, био, да, но вот внутри страны, да, здесь уже никуда не денешься, поэтому, кстати, это масло, о нем можно говорить просто часами, оно продается на самом деле в аптеке, это тоже большой показатель, в аптеках в Таиланде продается в Таиланде, это крупные аптеки. Конечно, это программа короля, которая оздоровление нации, там и прочее, да, то есть там проверяется жесточайшим образом, в аптеках, насколько я знаю. В аптеке, чтобы зайти вообще достаточно тяжело, так же, как у нас, вот, то есть изначально продукт должен обладать свойствами не только полезными, там, для большинства населения, а его лечебными. В Таиланде, так же, как в Индии, очень сильная система оздоровления, вот, медицина тоже на высоком уровне, и она, если они признали, что кокосовое масло вполне может конкурировать на полках с какими-то продуктами еще, то есть именно в аптеке, и если вы зайдете в аптеку и спросите, например, что там после ожога, турист обычно спрашивает, что после ожога там на солнце, да, это самая распространенная проблема, на самом деле, для туристов, то каждый второй фармацевт вам может подсказать и посоветовать взять именно это масло. И более того, что самое интересное, на полках аптек сетевых вы не найдете те масла, которые стоят в магазинах, как раз одно из тех очень немногочисленных масел кокосовых, которые представлены в сети аптек. Ну, давайте сейчас поговорим о их свойствах. Да, так плавно мы как раз перешли. Да, 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 но вначале мне еще ребята говорят, я сейчас вспоминаю, что очень было трудно, что еще не просто так было закупить, то есть дело не в деньгах, что, мол, а в том, что у них расписаны и не очень большие производства, которые из-за сырья качественные, что нет возможности делать любые количества, скажем так. Да, это так, и вы знаете, здесь же вопрос, наверное, такой достаточно широкий, не только вопрос по маслу, это касается там таких продуктов, как рис, не знаю, в басмате, который произрастает, а кормит весь мир, это тот коммерческий ход обман, когда бренд вешается extra virgin на все масла или вот басмате, поэтому, конечно, накормить, да, накормить, ну и много таких продуктов. Я более того скажу, что в наших крупных сетях, не будем называть, когда появилось, и когда я тоже сказал, а мне люди стали писать, а вот там тоже био, масло, кокос, ну, другое, понятно. А потом выяснили, то есть, когда собственные расследования там ребята провели, что делается так, ну, закупается действительно органическое масло, там, сертификацию, а потом под это дело просто другие партии. Вы знаете, сертификат достаточно дорогое удовольствие, нам было озвучено, что органик сертификат, и это не купить, а если привезти группу там из 5-7 человек на фабрику, которые живут, проверяют какое-то время, она стоит порядка 100 тысяч долларов. Поэтому это тоже говорит об уровне фабрики, не каждый может позволить привезти вот группу людей, которые может оценить. То есть здесь очень-очень много вообще можно привести примеров, почему это масло, почему им можно доверять. Вот, тем более такая линейка, которая сейчас у нас там на столе. Да, мы поговорим сейчас о сортименте и фотографии, кстати, фабрики. Фотографии, фабрики и видео уже есть какие-то, я там подготовил, они будут вам... Да, и там будет видно, во-первых, просто на фабрику попасть невозможно без предварительной там записи, потому что очень четкий отбор идет. Во-первых, конкуренция очень сильная, очень сильная, и каждая фабрика пытается какие-то свои секреты не разглашать. Поэтому видео, съемка и так далее, вот мы туда вхожи, потому как мы являемся официальными дилерами и имеем хорошие отношения, приятельские с хозяином, поэтому нам доступ туда как бы возможен, вплоть до того, что мы контролируем даже отгрузку нашей партии. Да, мы видели, как разливаются в наши баночки и как их грузят, вот весь процесс. Там даже какие-то такие фабрики, это с водой какие-то емкости, чтобы проходить? Сначала одеваешь маску, одеваешь... Вот с моей прической, например, я думал, шапочку не заставят одевать. Все равно заставили одеть шапочку, маску, белые резиновые сапоги до колена. Причем в Таиланде вообще-то температура порядка 35 градусов, плюс там в цеху. Поэтому представляете, как в резиновых сапогах, как это все работает. И для людей там сделаны все условия. Там стоят мощнейшие кондиционеры, вентиляторы, системы очистки воздуха, микроклимат. Ну, то есть настолько высокий уровень, когда ты попадаешь на фабрику, там много вопросов сразу отпадает. То есть подход изначально вот на фабрике уже виден, поэтому конечный продукт, плюс к тому, когда ты узнаешь, где, как, почему, применение, его свойства, его историю. Я на самом деле влюблен в этот продукт, поэтому о нем, правда, можно говорить часами. А давайте о лечебных свойствах. Лечебные свойства, вот я бы все-таки объединил, вот, например, тот же уксус, там, нектары, паста и все в один. Почему? Кокос. Ну, кокос. Кокос является, его вот лечебные свойства, чем обусловлены, это лауриновая кислота. Люди посвященные, такие как вы, лучше меня знаете, что это такое. Люди-дилетанты, наверное, услышат, для них это пустой звук. Сказать можно, наверное, кратко так, что лауриновая кислота является природным антибиотиком. Здесь ключевая такая вещь. Из этого вытекает, почему его можно хранить долго, то есть антибиотик. Это консерванты, да. Консерванты, да. Вот, это вот вам знакомо, поэтому вы сразу, зная состав, уже говорите сами. Я вот от себя, например, скажу, а вы добавьте, если что, какие виды применения. Например, говорит человек, у него там язва не до его, гастрита, болит желудок, кишечник. И говорит, я, например, не могу какой-то препарат принимать, потому что сразу больно из-за язвы. Значит, берете ложечку чайную, рассасываете, можно и больше. Проглатываете, значит, постепенно вот это обволакивает кишечник желудок, уже можно принимать те препараты или еду, которую вы не можете есть. Потом, за счет своих вот этих уникальных антибактерицидных, антигриповых способностей. Простейшие как раз. Да, то есть, это наряду усиливает во много раз с любым другим лечением эффект, результат лечения. У него много других достоинств, уникальных, но можно вот и дополнить. Да, правда много. Вы знаете, когда мы участвуем на выставках, на мероприятиях разных, и этот вопрос часто задают. И я начинаю уже, чтобы не перечислять, не засорять там эфир и время драгоценное, говорю, назовите мне какую-то сферу деятельности человека, где нельзя применить. Давайте от обратного пойдем, и люди стоят. Я говорю, ну вот назовите. То есть, что мы имеем? Косметика знаменитая, то, что наши женщины любят покрасоваться, да. И здесь не нужно никаких изысканий научных и так далее. Посмотрите на шикарные волосы, не знаю, индусов, тайек, азиатов, которые это применяют испокон веков. А как просто соответственно. Значит, рецепт очень простой. Моя супруга им пользуется. На влажные волосы вечером вы наносите и ложитесь спать. Сколько там? Чайную ложечку? Ну, у кого какие волосы. Мои супруги шевелюры, что там и там две ложечки. Не бойтесь, не пачкает. Это опять же его свойства прекрасные. То есть, масло имеет среднюю цепочку, вот разветвленную, то, что говорит о его проникновении в глубоком. И в полезных опять свойствах. И оно настолько сразу проникает вот в структуру там кожи или волосяного покрова, что оно не оставляет следов. То есть, вы можете спокойно ложиться, не пачкая подушку. Ну, походив немного, конечно, там полчаса, 40 минут. Утром встаете, моете волосы и лев вам позавидует. Вы знаете, вот здесь каждый день, опять же, я за свою историю не встречал, кроме одной женщины, ни одного раза, которая сказала о его переприменении. Да, вот так. Но эта женщина, значит, в течение полугода ела его утром и вечером, мазала везде, куда попало. Вот, мало того, не наше масло еще, а масло парашют индийское. Ну, так же даже в этом. А вот скажите, допустим, ну, то есть, вот я еще скажу, что вот Мишленских, насколько я знаю, ресторанов готовят, в том числе, вот когда на кокосовом масле. Почему? В определенных случаях это важно. Во-первых, окисление меньше идет. Окисление, потому что насыщенные жиры не позволяют вот это задымление прогорку. А это именно насыщенные жиры, чуть ли не единственные растительные, которые, то есть, почему говорят, что иногда, что насыщенные, но последствий, как от животных жиров здесь не будет. То есть, они тоже насыщенные, это рад. Потом, там на самом деле не только линолин, там много кислот. Да, и пулировые кислоты. Там 7 основных ценных кислот. Аналогов этому нет нигде больше в мире. И, кстати, есть индусы, индусы, которые едят, вот я знаю, есть целое направление, там их очень много людей, которые едят только два продукта в жизни. Я не помню второй, один из них кокос, второй, ну там сыроеды, но один только кокос, цельный. Да, да, да. И потому что он содержит почти все. Вот есть какао-бобы, действительно, есть они только не жареные, натуральные, органически выросшие, там в природе, которые там более 600 компонентов вообще и комбинаций содержат. И вот это кокосовое масло. Что еще тут надо сказать? Воня не идет при жарке. Абсолютно, да. Вот это очень важно. То есть, когда любое масло растительное, вообще любое, идет, вот этот запах, это вот и есть вот этот отрыв электронов, то есть вот этих вот разных эфиров. Ну, окисление. Да, при окислении. А здесь этого нет. То есть, тем самым уменьшается вредное воздействие при жарке на этом масле, продукта, того, который вы жарите. Достоинств их здесь много. Я просто хочу сказать, что при стоматитах можно... Да, это тоже лауриновая кислота, то же самое, которая начинает работу свою. Это какие-то экземы, которые в начальном, опять же, стадии. Нужно понять, что это не панацея. Мы ни в коем случае не берем на себя ответственность говорить, что это панацея. Ребята, берите баночку и лечите все заболевания, в том числе онко. Но, да, но то, что это масло работает на начальной стадии ожогов, порезов, однозначно пробовали мы все это, да. Вот, то, что, ну, наверное, оздоровление, как вы правильно сказали, нужно начинать изнутри. Если вы будете начинать утром по ложечке, вы через две недели буквально, во-первых, понимаете, как нормализуется стул. Это две недели. Это уже столько было людей, которые нам звонили и писали спасибо большое за вот такие рекомендации. Вот, потом на нем, вы сказали, жарить. Даже неочищенное масло 177 градусов выдерживает без задымления. Это уже может 236 примерно. То есть на нем готовить. Этот сладковатый тонкий привкус дает не только продукты, которые у нас, то есть вот свой шарм еще, но и полезное оно. Его держа, ну, экономично. Ну, то есть там... Это же паста. Это паста. Вот мне Вадим, мой друг, говорил, это, говорит, просто что-то. Я, честно, не пробовал еще, он говорит, вкусно, да, ну, а расскажи мне про это, что это такое. Пасты. Я тоже начинаю смотреть в наших магазинах, появилось очень много пасты. Огромный у меня вопрос к производителям узнать, где же все-таки там в Питере или в Москве у нас достают они кокосы и делают эту пасту. Вот, просто не будьте обманутыми, я скажу такие несколько секретов, которые вряд ли кроме меня еще расскажешь. Значит, если паста начинает сверху отслаиваться, как есть даже такой урбеч, понятно, что это уже продукт не цельный. В общем-то, кокосовая паста это практически масло, но его сырец. То есть вот здесь больше клетчатки. Его, конечно, просто удобнее даже кушать, потому что масло растает, вы его не сможете намазать на хлеб. А вот в комплексе, например, с кокосовым сахаром или нектаром, вот эта вещь, это прекрасный завтрак. Не дополнение, а просто полноценный завтрак. Если посмотреть по наличию клетчатки, витаминов и говорить, вот что еще забыли сказать. Мы про лауриновую кислоту сказали. Да, это бомба, это незаменимая вещь, это лечебная. Но в нашем современном обществе и мире, когда люди страдают от избытка, от малодвигаются переедания, здесь гликемический индекс. Это вторая вещь, о котором просто обязательно надо сказать. Индекс, гликемический индекс у кокоса и его продуктов 35. Это не все, что ниже 55, это уже вызывает аплодисменты. Здесь 35. Почему? Люди, кто сидят здоровое питание, на диете, спортсмены. Уникальная вещь для спортсменов. То есть гликемический индекс, это индекс, который говорит об усвоении и расщеплении. То есть о конечном выбросе инсулина. То есть пролонгированного действия. То есть больные с сахаром и диабетом, разумеется, могут есть? Можно в разумных дозах, следя за своим, конечно, сахаром, однозначно, ни один еще нам не сказал нет. То есть по пол ложки, это для них выход номер один. Так же, как и спортсмены, которые следят за своим питанием, которым не нужен спрыск инсулина, которые не имеют права высокоуглеводные вещи. Да, это простой, в общем-то, несложный углевод, но его пролонгированного действия, как раз с индексом 35, уже дает основания рекомендовать его больным диабетам на начальной стадии, которые следят за своим все-таки индексом, спортсменам, люди, которые сели на диету, сладкоежки, которые не могут соскочить с пагубной привычки. Они все будут в восторге от этого продукта. Ну, я сейчас маленькую такую, что называется, рекламную паузу. Понятное дело, что всегда надо сочетать приятное с полезным. Значит, поскольку этот продукт уникальный, вы теперь, дорогие друзья, можете получать, у нас на сайте будет не просто, как вот есть и сейчас пока, вот это вот масло, но, во-первых, что я хочу сказать, будет вот эта уникальная паста. Будет вот этот кокосовый нектар, он и раньше был, но мы потом перестали брать, ну, решили сократить ассортимент и зря. Мы введем сейчас их обратно, более того, будут скорректированы цены, насколько сможем, поставим максимально невысокие. Сейчас такая возможность есть, вот мы переговорили. Более того, будут скидки от количества, по сути, кратные, там, если коробкам, ну, и не только, там будет градация. Ну, как у нас на сайте, вы знаете, кто смотрит на нашем сайте nadgar.ru, наш каталог, кто увидит, что там есть скидки от количества. Это будет тоже. И вот сейчас мы продолжим, потом еще такой подыток в конце, ну, и уже полный итог подведем. Давайте тогда вот еще, вот об этом кокосовом нектаре очень интересно, и надо сказать, потому что подробно я никогда об этом не говорил в видео. Я так понимаю, что это нектар цветков кокоса вообще, да? Да. В общем-то, производство, если изначально так, и видео, и фото будут представлены, просто это визуально. Это, во-первых, очень интересно для людей, которые интересуются, что они все-таки едят. Вот сейчас мы будем ставить как раз эти кокосы. Да. Значит, кокосовая пальма подрезается сами соцветия. Соцветия представляет собой такой горсток маленьких цветочков, похоже что-то на виноградные гроздья. Вот, они подрезаются и вешается к ним чашечка. Вот в эту чашечку как раз капает сок. Сок соцветий кокосовой пальмы. Не путать с пальмой, которая, так называемой, да, обычной или пальмовое масло, которое люди постоянно путают и говорят... Никакого отношения. Абсолютно, это разное абсолютно. Вот. Далее, собираются, причем ждут буквально несколько часов. Несколько часов. Почему? Потому что опять плавно переходя, это продукт следующий. Это вот кокосовый уксус. Это как раз продукт брожения. Когда кокосовый сок собирается, то вот ничего не нужно добавлять, он сам по себе бродит. Ну понятно. Вот, и нефильтрованный вот сидр или уксус, это вот продукт самый первый от кокосового... Вот про это мы чуть-чуть позже поговорим. Так вот, по поводу, да. Когда уже собрано количество там баночек, ведер и так далее, все это переливается в чан. Причем транспортировка должна составлять небольшое количество, чтобы процесс не ускорять. То есть замедлить, например, процесс окисления. Дальше, вот здесь не производитель, который не следит за своей репутацией, опять же, про репутацию, он это делает быстро. То есть на огне, при высоких температурах, добивается быстрого испарения, и тем самым, опять же, секрет от нас, как только вы видите нектар или сахар темный, все, это не чистый продукт, это продукт пережженный, его даже не надо пробовать, нюхать и так далее. Вот такой красивый цвет, который почти похож на уксус. Ну, медовый такой. Медовый, да. Это настоящий свежий цвет кокосового сахара или нектара. Вот, другого он практически не бывает. Ну, априори как бы. Вот так он, пастообразный, вот такой красивый, вкусный запах. Да, я помню этот запах. Вот. Но там ведь проблема в чем? Чтобы мухи и прочие осы не налетели и не нагадили, не занести какую-то заразу, это нужно делать быстро. Я знаю, что в Таиланде это некоторые фирмы, кто делает, делают двое суток, там у них капает там сутки. Вот это производители, которые просто не хотят. А потом, чтобы все это перерабатывается. Однозначно, однозначно. Все это перерабатывается. Теперь обработка. Более того, очень много на Ютьюбе есть видео, как наши туристы приезжают и показывают, как делают масло. Масло или сахар. Да. Вот. Ребята, это шоу, это шоу. Не верьте, что масло делается так. Это кустарным способом, когда он показывает, как он бьет, выжимает, тут же выпаривает, переливает и черпачком сверху сливки эти все снимает. В эту компанию, которая производит миллионы долларов вложенные. Миллионы долларов, да. Там одно оборудование только. Это строжайшее. Это, во-первых, у каждой фабрики свои технологии. Люди, которые там работают, это не люди просто с улицы. Технологи с образованием приезжают. Вот почему мы говорили о квоте. Да, у нас на Россию квоты пока небольшие, потому что все забирает Япония, забирает Америка. Вот это идет, да, все? Да, вот. Поэтому квоты они нам не могут дать. Мы надеемся, что мы переломаем эту ситуацию. То есть очень востребованный продукт. И что я хочу сказать, что представители со стороны Японии, со стороны стран, которые покупают, они постоянно приезжают на фабрику и контролируют также этот процесс. То есть там расслабиться нельзя. Это еще раз говорит о качестве фабрики, о их подходе, о доверии. Так вот, производитель, который не следит за своей репутацией, я сказал, что это делается в течение там нескольких часов. На данной фабрике процесс происходит путем томления. Вот за счет томления и почти естественного испарения добивается. То есть продукт не жженый, не пережженный. Это как сироп на пенамбур у нас. Да, и априори остаются те полезные свойства, качества изначально, вкус, цвет. Во-первых, это можно сопоставить, вот если говорить так, пчелиная обножка пыльца, вот эта вот перга, это вот примерно вот все вместе, если взять, это вот как раз вот это уникальный состав пыльцы, минеральный, витаминный и так далее. Это очень полезная вещь, при том, что это сладкое. Но сладкое это не потому, что там сахар, там синтетического проклятого сахара, там, разумеется, ни капли нет, а потому что это вот концентрат природного, вот этих природных сахаров, моносахаров, которые содержатся в сиропе, естественном соке вот этих соцветий. Соцветий, да. Если туда пальчиком, а нам доставалась такая возможность попробовать... Сладкое? Очень сладкий, притерный, причем настолько притерный, знаете, вот есть эти таблеточки, аспаркам или как они... Он горчит. То есть здесь вопросов не возникает, туда не нужно. Я бы вообще его разбавлял бы, не знаю, там чем-нибудь, чтобы добиться вот... Вот, кстати, ценная подсказка, вот это с пастой, это действительно... Я не пробовал, но я вот сейчас буду, будем брать, я буду сам пробовать, это вкуснятина сумасшедшая. Кстати, еще один момент. Если кокосовым маслом, у кого есть перпить, масло в голову и втирать вот в кожу, сибореит, да, будет тоже уходить, если нет, конечно, страшно запущенной формы, когда нужны еще препараты, но только не синтетические, есть там разные противогрибковые средства, даже молотая, например, гвоздика, порошок, там очень сильные противогрибковые средства, по чайной ложке, там запивая водой, 10 дней подряд кряпы, плюс перцем, спиртовая настойка красного жгучего, сухого перца, тоже будет великолепно. Ну, это ладно, так вот у нас уже одна подсветка закончилась, потому что бог с ней. Она внимательно слушала. Да, договорим, договорим, потому что вот, ну, самое, значит, так, это ясно, вкуснятины и польза. Теперь я тебя немножко скажу. Вот такие маленькие, я вот думал, продавать или нет, а решил сейчас, да, вот мы вчера, объясню почему. Идея такая, вот этот вот такой блок из трех, да, это прекрасный подарок, красивый для тех людей, кто, например, скептик, или там кто-то из ваших знакомых, ну, просто вот не знает, а сам не хочет купить, а это не так дорого, вы ему взяли, подарили, каждой малюсенькой баночки такая сколько там грамм? 25 миллиграмм. 25 миллиграмм. Я еще, извините, просто добавлю, почему пошли таким путем? Наши дамы любят носить в сумочке. Вы ни одно масло не можете положить, то есть переливая, теряя и так далее. А в самолет вас еще и пропустят с ним. Вот с этим, во-первых, пропустят, удобно, каждая маленькая баночка крошечная, а она стеклянная, кстати, тоже, имейте в виду, тут никакого пластика, разумеется, нет. Вот, я бы чуть-чуть антиреклама. Тогда масло Индии назовем, знаменитое масло из Шри-Ланки, которое продается там за 100 рублей и в пластиковых синих баночках. Вот вы никогда не задумывались, почему производитель прячет такой чудесный продукт в такую упаковку? Достаточно цену, посмотрел, все для разума и людей понятны. И по поводу цены, вот я тоже хотел сказать, ребята, пожалуйста, давайте просто посчитаем, это займет 2 секунды. Кокос, и очень многие сейчас путешествия знают, путешествуют знают, что стоит порядка 35 бат, это больше доллара. А производитель в Таиланде производитель покупает, конечно, на 50, а то и там 70 процентов дешевле. Но даже если брать кокос в 3 раза дешевле по 10 бат и умножить, да, а умножить, а вот из 100, из килограмма кокосового копры в мякоти всего 150-200 грамм выходит продукта, то можно смело пересчитать и получить, что у нас себестоимость, например, баночки вот такой будет стоить 3 доллара. Тогда нужно задуматься. И как только вам предлагают масло намного дешевле, просто нужно понять, почему? Пластик взаимодействует с лауриновой кислотой. Все, до свидания. Это канцероген. А что касается стекла, плюс стекло стоит, плюс все плюс, а тут понятно, партии, таможня, все дела, так сказать, прибыль компании, хоть какая-никакая, поэтому, естественно, нельзя говорить о том, что, а вот где-то дешевле, можно, если бы было вот это где-то дешевле, конкретно, тогда можно говорить, просто кто-то больше хочет заработать, кто-то меньше, а так по-другому некорректно. То есть, почему мы делаем, вообще я делаю часто подобные видео, где знакомлю вас, дорогие зрители, с определенными товарами. Ну, конечно, в основном с теми товарами, которые особо интересны мне, в которых есть какая-то изюминка, в которых есть польза, и вот я очень хочу, чтобы все люди могли, ну, по крайней мере, хоть когда-то попробовать и сравнить с тем, что, собственно говоря, не является продуктом вообще, подделкой. Ну, не подделкой, а вот этот нечестный бизнес, меня это страшно, вообще раздражает, когда только ради денег, понимаете, у людей есть иллюзии, появляется, что вот это может стоить там дешево, это кокосы, и думают, ну, чё ж, вот кокос, ну, и вот кокос, или там любой другой продукт, неважно. А это сравнивать, нельзя, это как шоколад, вот наш сыроедный, живой шоколад и какой-нибудь вкупленный, как-то сети, вот эти же, он может и в 5 раз, и в 10 дешевле быть. Ну, почему-то его не сравнивать с швейцарским, каким-то супердорогим, ручной лепки, там, который стоит еще дороже, наш, хотя он тоже жаренный, я, честно говоря, не слышал никогда про кокосовый уксус, а зачем мы, собственно... Ну, много кто не слышали, но один раз человек, когда с ним познакомился, он его уже на кухне держит однозначно. Ну, если с конца его применения, то это, ну, может быть, достаточно узко, это салаты, вот, это в какие-то блюда, например, мариновать его очень, очень вкусно, очень полезно, но, если о нем говорить, то это продукт брожения, как я сказал, продукт брожения, он стоит 40 дней в темноте, начинается все, как я сказал, с той же пальмы, с подрезанных соцветий и сбора вот этого нектара. Бывает два варианта уксуса. Опять же, производители, которые гонятся за коротким рублем и длинным, и быстрым, делают очень просто, то есть они берут, разбивая кокос в водичку, добавляют туда фермент, который искусственным путем, да, сгущается с помощью ферментов, вот, и получается красивый, прозрачный продукт, называемый кокосовым уксусом. В данном случае, как таковым, нет, конечно, не по сути, не по своим каким-то свойствам. Но это как коптят сейчас с помощью жидкого дыма. Вот, 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 очень, очень хороший пример. В данном случае, и почему он имеет такую мутную консистенцию, выпадает в осадок, потому что этот продукт, вот, естественным путем брожения, без каких-либо привесей и так далее, и у нас везде написано, что это однозначно стопроцентный сыроедный продукт, живой продукт, да, и он достаточно кислый, поэтому здесь нужно следить за своей кислотной, с желчным, там, балансом среды. Чайная ложка запросто, потому что, ну, все-таки натуральный продукт, вот, но закисление. Это, кстати, для баланса, вот, у меня вышло видео уже про почки, как растворить камни в почках и мочевом пузыре, и вот там я рассказываю про вот этот вот баланс для соблюдения PH мочи, тоже можно использовать. Вот, 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 вот. Здесь все-таки, значит, что происходит термообработка, вот здесь? Я бы не назвал ее термообработкой, вот мы на солнце потеем, я не думаю, что это термообработка. Ну, да, нет, то есть это какие, 5 градусов, грубо говоря? Да, температура вот в самом цеху, ну, я думаю, конечно, на этапе какого-то там трения и так далее, в любом случае. Там очень сильные стоят кондиционеры, на каждую машинку, да, вот, кстати, конечная стадия вот этого масла, это фильтрация. Да, фильтрация. Да, 0,006 грамм. такого тоже у других нет. Это не ноу-хау, это секрет, куда нас, в общем-то, допустили, но не разрешили снимать. То есть вот это масло последнюю стадию проходит фильтрации, это аппараты, которые... То есть, то молекул там бывает. Да, 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 стоят там, течет маленькая струйка. Это еще один как раз аргумент в ту пользу, что нельзя его тоннами ни привозить, ни делать. Вот есть эта струйка, вот она течет, эта струйка, и вот она несколько миллилитров там. Суток там определяет количество и текет. И вокруг него стоят мощные вентиляторы, которые даже здесь на этапе охлаждают все это. Так, ну здорово. Значит, получается, что все это продукты живые, они все веганские и сыроенные. Сто процентные. То есть, с низкой термо... Ну, без... Или без обработки, или с очень низкой. Однозначно. Тогда мы, получается так, дорогие друзья, все это будет в нашей линейке скоро. Обязательно смотрите, покупайте, пробуйте. Значит, будет градация, как я уже говорил, скидок. Максимальное, что можно сделать. Вы поддержите нас в том, чтобы этот продукт на российском рынке все-таки был, потому что, если будет спрос небольшой, то, соответственно, не будет возможности возить этот продукт, а он априорит дороже, чем то, что возит. Но и несоизмеримый качественный, вернее, правильно сказать, он такой, какой должен быть. А то, что возят, это бизнес. Чисто я такой, как по Марксу, что бизнес пойдет на любые преступления, если там прибыль 200-300 процентов. И человечность, отношения, только в рекламе к России по телевидению, потому что для людей, я вообще-то так ржу, когда не будем называть, что, но вот там есть такая реклама, потому что для людей, это вот надо так не уважать своих зрителей, ну, я имею в виду, считать их за быдло, потому что любой, понимаете, человек его вырвет от этого просто. Какой так для людей бизнес вот эти, тем более, когда про банки речь идет. это, это, ну, это вообще, о чем говорить? ладно, извините, это отступление. Наболевшим это. Это очень наболевшим. Это реалии жизни, на самом деле. Я не могу это просто переносить. Ну, ладно, это все. Вот теперь смотрите, я спросил до начала, а что же вот это такое за странная вещь? Я, конечно, вот, дело в том, что, ладно, скажу, это, короче, алоэ, но сейчас поговорим об этом. Алоэ мы используем, разумеется, в быту. Вот у меня стоит, где мы живем, там, в Пушкинских горах, вот, большая алоэ, и вот эти трехлетние листья, которые самые ценные, это больше двух лет, должно быть, три, хотя ниже не отрываются, когда, например, какое-то там воспаление, уши, там, значит, ну, алоэ в старину, всегда вы знаете, что вы об этом сейчас говорите, но я был удивлен, что оказывается, кто-то это делал, я понял, что это японская. Да, это делает Япония, и это, правда, от полтора до двух лет растения, они вырастают в естественных условиях, и поэтому достигают порядка, там, полтора метра. Там быстрее, там, просто, чем у нас на подоконниках. Да, это крупнейшее растение, поэтому можно себе позволить листья мыть, резать, вот в таком виде, крупном, в котором кубики, прям крупные, большие кубики, и вообще-то есть всегда возможность приехать и продегустировать, если нужно, мы всегда предоставим вам образцы, если это нужно будет. Хорошо на ярмарках будет, да, не вопрос, просто приехали, попробовали. Я даже больше скажу, если человек вырастет сам алоэ, найдет способ его в каком-то сиропе какое-то время продержать, он сам получит этот продукт, но представляете, сколько надо вырастить этого алоэ, и вообще, как нужно заморочиться. А это готовый продукт, который смело, то есть, веками. Алоэ – это мощнейший тоже антисептик. Да, антисептик, антиоксидант, наверное, тоже. Сочетается великолепно, кстати, между вот любые вот эти жиры, жирные кислоты, но просто суть в том, вот единственное, теперь давайте так, ну тут показано, что всякие на разные печеньки, ладно, нашим людям это не надо, он что, сладкий, да? Он сладкий, но он сладкий за счет сиропа, в котором он как раз вот томится. Виноградный сироп. Виноградный, виноградный сироп, кстати. Он хранится тоже два года. До 20-го года так вот, то есть два года хранится. Да, два года он хранится. Это максимально, что они могли поставить, хотя нам, ну разговоры велись, что срок хранения его тоже там еще полгода-год, да, при правильном хранении в холодильнике. Я так понимаю, дети могут... Съедают раз за банку, сразу. как консервная такая баночка вот с такими классическими. А здесь ложечка еще под крышечкой. Все для людей. Ну и японцы, да? Вы взяли, да, вы взяли в машину, это перекус прекрасный, это низкокалорийный, полезный десерт, который смело можно тоже есть. В общем, в наличии есть. Да, в наличии есть. Все полезные продукты, незаменимые. И это не просто слова. Я бы хотел еще вот такую ремарку сказать, когда люди пытаются науку сюда вот каким-то образом, вот какие из исследований, опять же интернет пестрит всякими изысканиями, научными сферами, хотя ни цифр, ничего нет. Я вам скажу так, что вы затронули тему индусов, да? Аюрведа, наверное, уже наука, которая просто доказана наравне с официальной. Она, да, вам очень странно. Поэтому, а в Индии, наряду с маслом хи или ги, масло кокоса является вторым маслом незаменимым. И если взять историю Аюрведы, эти трактаты и так далее, наверное, вот история человечества, она больше нам говорит и больше дает оснований. Я более того скажу, я еще раз повторю, что я знаю, что был целый такой, вот есть, ну как, клан там, особых таких сыроедов, причем сумасшедшие, здоровье, зубы белоснежные, которые едят только два продукта. Вот кокос, я второй, к сожалению, забыл какой, но это тоже живые, то есть фрукты. И, кстати, действительно, очень важный аспект, вот того, что в Индии очень много заразы, я сейчас не про паразитов, но это само собой. Рикоганг, заменитель, который хоронят и стирают. А вот именно про бактериальный посев, вот если говорить, там грибковый, вирусный, это колоссальное поражение сумасшедшее. Да, там определенной степени иммунитет, да, определенный вырабатывается, но потребляя специи специфические, там вот, да, и кокос, именно, в больших количествах. Мы видим прирост населения, как видим. Нет, ну просто это действительно работает, как антисептик. Ну, в общем, что я хочу сказать, я вот давно хотел все, просил у моего товарища, ну, давай пасту, пасту, а он мне дал баночку, но я прям просто зарылся и не попробовал. А теперь, конечно, ну вот, что можно сказать, мои дети, кстати, очень любили, вот есть вот этот вот нектар, я помню, я сам ел его, и поскольку просто несколько лет, ну, не брал, почему-то не брал, сам не пойму. Ну, всему свое время, наверное. Теперь, вот, значит, так, есть банки покрупнее. У нас банки от 25 миллилитров, до 700 миллилитров, здесь просто все не стали, ну, и стол не позволил делать, вот, 450, 207, 120. На любой кошелек, на тест, человек захотел протестировать, он берет маленькую баночку, потом возвращается. Массажные салоны, хотят сразу брать большой объем. СПА салоны, которые делают скрабы, им нужны большие объемы. Сыроедческие кафе и так далее, они берут для того, чтобы открыть, использовать. Чем больше, тем просто дешевле, процентам отдачнее. Конечно, это выгоднее, но если сделать подарок или что-то, конечно, его можно сделать вот в таком варианте, или вкупе. Или как пробники дать кому-то, или как пробники. Ну, не верят родственникам, он говорит, ну, ты сам попробуй, на тебе его. на, полечись. Хорошо, дорогие друзья, все, тогда на этом все, это очень большое видео получится. Благодарю вас за встречу. Спасибо вам. На самом деле мы встретились. Спасибо вам. А теперь смотрите на нашем сайте надгар.ру вот эти уникальные, качественные продукты, и вы будете рады, и мы будем рады. И всем будет только хорошо. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok